МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Собрали сегодня более 115 подписей. Вот такая ситуация. Мы просто обеспокоены и требуем немедленно закрыть эту свалку. Невозможно дышать. В республике Хакасия жители Саеногорска добиваются закрытия мусорного полигона, разбитого прямо рядом с домами. Поэтому нам нужно вообще всю систему налогового обременения бензина поменять. Для этого воля, понимание. Топливная лихорадка в России продолжается. Что нужно, чтобы остановить рост цен на бензин? Мы гордимся, что наша страна была и остается самым верным союзником братской кубы. В Госдуме открылась выставка, посвященная 55-летию первого визита Фиделя Кастро в СССР. В республике Хакасия жители Саеногорска требуют закрыть мусорный полигон. С разрешения администрации свалку устроили прямо в городской черте, всего в 200 метрах от жилых домов. Люди жалуются на непереносимый запах и летающий над постройками мусор. Летом, когда начнется жара, ситуация грозит стать еще хуже. Подробнее в материале Георгия Кресенко. Горы мусора и подъезжающие каждые 10 минут самосвалы с очередными тоннами бытовых отходов. Новая свалка по соседству с жилым районом Северо-Западный на окраине Саеногорска растет не по дням, а по часам. Теперь сюда свозят весь мусор из города и двух поселков-спутников. Старый мусорный полигон законсервировали в марте этого года. Мы обеспокоены в том плане, что нарушены все стандарты, будем считать участок по переработке пищевых отходов. Он должен расположить не менее по закону 500 метров, а наши дома непосредственно расположены вблизи 200 метров. В ветреную погоду над жилыми домами летают полиэтиленовые пакеты, бахилы и даже медицинские бинты. Больница тоже свозит свои отходы на полигон, находящийся рядом со свалкой пункт по переработке. Втор сырья ситуацию не спасает. Его сотрудников интересует только пластиковая и стеклянная тара. Мы решили обратиться к главе республики Хакасии, прокуратуру и в Русских надзор республики. Собрали сегодня более 115 подписей. Вот такая ситуация. Мы просто обеспокоены и требуем немедленно закрыть эту свалку. Получить внятные комментарии от представителей местной администрации пока никому не удалось. А некоторые жители Северо-Западного боятся, что их возмущение до добра не доведет и не встают лицом к камере. У всех свои скважины. У нас нет централизованного водоснабжения. И весь этот мусор, все эти отходы просачиваются в грунт. И у нас все это идет в наши скважины. У нас пьют эту воду дети. И мы все пьем эту воду. Сейчас жители района требуют проверки свалки природоохранными органами, чтобы определить ее влияние на почву и грунтовые воды. А власти Саиногорска только разводят руками, говоря, что другого места для свалки в городе пока нет. Георгий Крысенко, Красная линия. Полигон в Саяно-Горске это не исключение из правил. Люди по всей стране борются против мусорных свалок. Один из самых мощных протестов случился в апреле этого года. Сотни жителей Волоколамска вышли на митинг с требованием закрыть полигон Ядрова. Закрыть! 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 Тогда к протестующим вышел лично губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ситуацию удалось взять под контроль. Однако системно проблемы с отходами в России не решаются нигде. Глава городского округа Котельники в Подмосковье Ирина Полникова задержана по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, чиновница незаконно приобрела земельные участки, в результате причинив ущерб государству на сумму свыше 115 миллионов рублей. Коротко о других новостях в стране. Глава Банка России Эльвира Набиулина предложила создать в России ассоциацию по поддержке и развитию финансовой грамотности населения. Она будет организована под эгидой регулятора. По словам Набиулиной, интерес к этой идее выразили как банки, так и некоммерческие организации. Специалисты Роскачества проверили популярные марки ванильного пломбира. Как оказалось, более трети образцов не соответствуют нормам. В частности, в мороженом выявлено наличие растительных жиров, бактерий группы кишечной палочки и антибиотиков. Названы самые востребованные россиянами продукты. Чаще всего граждане нашей страны покупают хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь. Кроме того, покупатели предпочитают приобретать еду, готовую к употреблению и не требующую много времени на приготовление. Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Монсон неоднократно признавался в любви к России и ее советскому прошлому. Он является приверженцем левых идей и активно поддерживает КПРФ. Как остановить рост цен на бензин? Самый актуальный вопрос этого месяца. Топливо дорожает и конца этому пока не видно. На сайте предстоящей прямой линии с президентом вопросы о бензине самые часто повторяющиеся. Россияне осознали, что избежать подорожания жизни в ближайшем будущем им не удастся. Подробности в нашем материале. Правительство продолжает упрямо ссылаться на мировые цены на нефть. Чтобы скорректировать ситуацию, оно собирается снизить акцизы на топливо. Но до 1 июля, когда новые акцизы начнут действовать, целый месяц. Как его пережить? В Москве цена на 95-й бензин уже достигла 45,5 рублей. Дизельное топливо стоит 43 рубля. Что-то нефть дорожает, а сидим на том же месте и все самое тоже дорожает. Хотя у нас очень большие ресурсы. Особенно тяжело топливную лихорадку переживают хлебные регионы. В Омской области власти назвали цены на бензин дикими. Здесь всерьез опасаются за выживание сельхозпредприятий. Я работаю водителем. Подъезжаешь на заправку и слезы на глаза выступают. И своя машина есть. Приходится ездить туда-сюда. Это вообще невозможно. Я уже на своей машине почти не езжу, потому что платить за бензин нечем. В Липецке за литр 95-го на заправке придется выложить 43,5 рубля. Автомобилисты думают о переходе на газ. Когда нефть падала, почему-то бензин у нас в стране не падал. Теперь нефть выросла до неимоверных размеров. Я, естественно, понимаю, что им выгоднее отправлять все за рубеж и там продавать за доллары. Но, извините, нужно думать и о своих людях, и о государстве. По мнению финансовых аналитиков, в России сложилась специфическая система образования цен на топливо. В других странах стоимость бензина напрямую зависит от цен на нефть. Но в нашей стране доля самого топлива в формировании стоимости составляет не более 10%. А вот львиную долю в цене бензина – 65% – составляют налоги. У нас эти налоги привязаны к мировой цене на нефть, на нефтяные налоги. И поэтому нам нужно вообще всю систему налогового обременения бензина поменять. Для этого нам воля, понимание. Потому что ведь что такое бензин, так же, как электроэнергия? Это основа движения экономики. Правительство не спешит менять систему. И не спешит воспользоваться опытом других стран. Если бы в России была бы такая же налоговая система, как в США, то бензин у нас стоил бы процентов на 40 дешевле, чем сегодня он стоит. Эксперты полагают, что нынешняя ситуация – следствие продуманной политики властей. Они пользуются любой возможностью, чтобы залезть в карман к населению. Да, мы должны продавать нефть по мировым ценам, но вот эту разницу между колебаниями международной цены и внутренней надо сглаживать с помощью колеблющихся пошлин на экспорт нефти, ну и других непереработанных ресурсов. Это в нормальной логике, которая создавала бы условия для созидания в России, для нормального развития экономики. Но пока правительство действует только в интересах крупного капитала. В Комитете Госдумы по энергетике заявили, что Федеральная антимонопольная служба обязана проверить обоснованность резкого роста цен на бензин. Анастасия Лукашевич, Красная линия. Считаем недопустимой очередную бездумную попытку переписать историю нашей страны. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил телеграмму главе города Ульяновска и губернатору Ульяновской области. В ней председатель ЦК Компартии выражает протест против переименования площади Ленина в Соборную. Цитата. Геннадий Зюганов от имени Компартии Российской Федерации всех ее сторонников и союзников решительно осудил акт мелкого политиканства. Коммунисты, как и многие жители Ульяновска, считают этот шаг властей непродуманным и циничным. После того, как стало известно о решении администрации города, люди начали выходить на одиночные пикеты. Это плевок в русскую историю, это плевок в наше наследие. Владимир Ильич Ленин был великим человеком. Этот человек дал России бесплатное образование, право на бесплатную медицину, индустриализацию, подъем промышленности, подъем сельского хозяйства. Все то, что сейчас современная наша власть, наше правительство уничтожило. В городе регулярно проходят акции протеста. На прошедших выходных в Ульяновск приехали депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе, чтобы поддержать местных жителей. В КПРФ уверены, переименование площади Ленина – это спланированная акция очередной этап десоветизации. Но, судя по всему, власть не учитывает печальный опыт Украины, где якобы борьба с советским прошлым началась с переименования улиц, площадей и городов, уничтожения памятников. Чем она закончилась, мы можем наблюдать сегодня. В нашей стране до сноса памятников пока не дошло. После митинга исполняющий обязанности главы Ульяновска пообещал провести опрос общественного мнения по поводу переименования. Мы будем следить за развитием событий. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала НАТО реликтом двухполярной эпохи. По ее словам, Североатлантический альянс не является универсальным институтом в сфере безопасности. Матвиенко отметила, что Россия не стремится к войне, но готова защищать свои интересы со всей решимостью. Коротко о других новостях в мире. Обвинения Нидерландов в адрес России, касающиеся катастрофы малазийского Боинга, некорректно являются попыткой сыграть на русофобских настроениях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, ракета, сбившая самолет, не могла взлететь с той точки, о которой говорят представители следствия. Власти Бельгии квалифицировали стрельбу в городе Льеже как теракт. По данным СМИ, неизвестный застрелил двух сотрудников правоохранительных органов и случайного прохожего. Затем взял в заложники женщину. В ходе спецоперации стражам порядка удалось ликвидировать преступника. В Бразилии продолжается забастовка водителей-дальнобойщиков, несмотря на решение властей снизить цены на дизельное топливо на 60 дней. Отметим, что акция протеста, которая началась 21 мая, нанесла серьезный урон всей экономике Латинской Америки. В столице Никарагуа-Монагуа не утихают антиправительственные протесты. Очередная демонстрация с требованием отставки президента Даниэля Артеги переросла в ожесточенные столкновения с полицией. В ходе беспорядков за прошедший месяц в стране погибло более 70 человек. 55 лет назад состоялся первый визит лидера кубинской революции Фиделя Кастро в СССР. В связи с юбилейной датой в Государственной Думе открылась выставка кубинского художника Ясвани Мартинеса Переса. Подробности в материале Кирилла Гуцкого. Выставка кубинского художника Ясвани Мартинеса Переса, приуроченная к 55-й годовщине визита Фиделя Кастро в Советский Союз, открылась в Государственной Думе по инициативе КПРФ. На церемонии присутствовали известные политики, общественные деятели, дипломаты. Наша партия, наша фракция относилась к выдающемуся политику, государственному деятелю, мыслителю-философу, товарищу Фиделе Кастро. И мы очень бережно чтим память об этом великом человеке. Работы кубинского художника переносят зрителя в 1963 год, когда молодой командант и посетил Советский Союз. Визит продолжался 38 дней. Своей кистью и уникальной техникой художник оживляет того, кто призывает нас последовать его примеру приверженности принципам гуманизма и борьбы против социальной несправедливости. С твердым убежденностью в том, что лучший мир возможен. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что визит Фиделя Кастро в СССР был уникальным событием. В те дни, в условиях Карибского кризиса, мир оказался на пороге ядерной катастрофы. И только согласованные действия наших стран, мужество советской державы и героизм Фиделя Кастро предотвратили войну. Он совершил подвиг гражданина, подвиг революционера, подвиг человека и подвиг мыслителя. И этот подвиг достоин быть увековечен и в наших выставках, плакатах. И мы гордимся, что наша страна была и остается самым верным союзником Братской Кубы. Давайте пожелаем кубинскому народу новых успехов и благодарим художников посольства за эту прекрасную жизнь. Выступавшие на открытии выставки отметили, что дружба между российским и кубинским народами выдержала испытания временем. И сегодня мы являемся свидетелями того, что российско-кубинские отношения вновь поступательно развиваются, идут вперед. И фракция, которая в Государственной Думе, будет делать все возможное для того, чтобы эти связи, эти отношения укреплялись. Также на церемонии Геннадий Зюганов вручил кубинскому художнику памятную медаль ЦК КПРФ «50 лет визита Фиделя Кастро в СССР» и альбом, посвященный этому событию. Кирилл Гуцков, «Красная линия». Я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!